Танки хотят получать меньше урода, хил хотят больше хилить, дамагеры хотят больше дамагать. Всем привет, с вами Priya, и сегодня поговорим о талантах в дополнении Dragonflight. Как мы знаем, довольно-таки скоро стартанет при патч в среду, и, само собой, у нас появится талант 3, древо талантов. Наше классовое, оно будет находиться слева, и наше специализированное, то, в каком спеке мы будем находиться, оно будет меняться, и там будут разные талантики, которые дополнительно будут раскрывать нашу сущность специализации. И, само собой, нужно ответственно отнестись как к прокачке первой ветви талантов, так и к прокачке второй ветви талантов. Само собой, мы знаем, будут разные таланты, будут разные ответвления, будут какие-то таланты, похожие с теми, которые мы уже видели. Например, у ДК будет рука поганища. Это кнопка ковинанская, шадоуленсовская, но она будет у рыцарей смерти. Стоит ее брать или не стоит, вопрос довольно-таки хороший. Обратимся к одному очень интересному сайту, на котором можно глянуть абсолютно все текущие ветки талантов, которые довольно-таки эффективны. И я не вижу смысла экспериментировать, изобретать что-то новое, Поэтому просто-напросто открываем вовхед, вкладку «Гайды» и смотрим Dragonflight Pre-Patch 10.0. Everything you need to know for patch 10.0. Все, что вам нужно знать про, собственно, Pre-Patch. То, что когда он стартует, то, что он поделен на две фазы, что доступно, что недоступно будет, какие изменения нас ждут. И листая ниже, мы будем видеть абсолютно все гайдики и все талант-три на наши классы, на наши специализации, собственно, те, которые нам интересны. К примеру, я открою Unholidest Night Pre-Patch Guide. Кликну, открою ссылку в новой вкладке, перемещусь на нее. Листаю на чуточку ниже, листаю-листаю, листаю-листаю, плюсы-минусы класса, в чем силен, в чем не очень. Талант-три. Вот, талант-три полностью указан. Мы видим, что, насколько прокачано, что прокачано на одну из двух единиц, что на два из двух прокачано, что полностью прокачано, что вообще ни разу не вкачано. Все можно увидеть. Это Raid Build, это Myth Plus Build, это Leveling Build. То есть, получается, тот билд, который мы будем использовать на прокачке, с 60 по 70, если я правильно понимаю. Окей. Идем дальше, например. Друиды. Да? Баланс. Открываем Друидов баланс. Мы можем не листать особо сильно вниз. Мы кликнем Talent Build, и нас перенесет к нему. Правильно. Правильно. Вот он. Talent Build на Друида. Взяв его, мы будем довольно-таки эффективны и будем хорошо себя показывать. Делать эти билды или другие, выбор за вами, само собой. Если вам не хочется думать при патче, если вас это в целом устраивает, если таков геймплей вам понравится, то почему бы и нет. Ссылочку, само собой, я оставлю в описании. И я уверен, по крайней мере, хоть немножко ваша голова разгрузится. Потому что впервые взглянув на это Древо Талантов, можно реально ахнуть. На этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.